Как придумать название для YouTube-канала или как правильно назвать свой канал на YouTube? Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии Видеомаркетинга. И в этом ролике я отвечу на ваш вопрос, как придумать название для YouTube-канала или как правильно назвать канал на YouTube. Но прежде чем мы начнем, рекомендую прямо сейчас подписаться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о продвижении видео, о раскрутке канала, о востребованной профессии YouTube-маркетолог. Ну и, конечно же, скачивайте бесплатно мой отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube в правом верхнем углу, вы его видите. Ну а мы с вами, как говорится, идем дальше. Так как же все-таки назвать канал, чтобы это было эффективно и правильно? Да, ну смотрите, я разделяю как бы такие три основных момента, касаемые названия канала. Первый момент, это касается названия канала, если вы раскручиваете, ну какой-то конкретный бренд. У вас он уже есть, он у вас там какое-то уже время используется, то в принципе прям берете этот бренд, я не знаю, может быть это какая-нибудь, сейчас посмотрим, ну какая-нибудь центр танцев, например, высота. И вы прям так и можете назвать, что ваш канал называется «Центр танцев высота». Прорекламировала кого-то, но не важно. Вот, соответственно, это очень хорошее в принципе название, и оно будет позиционироваться с вами. Вообще вот то, что касается именно брендов, да, то чем короче название, конечно, тем лучше. Это вот такая небольшая ремарочка. Второй момент, если вы развиваете канал, ну как личный бренд, то есть у вас идет имя, фамилия в качестве бренда, да, то, естественно, моя рекомендация была назвать своим именем и фамилией, но к этому названию, да, то есть поставить точку и добавить какой-то из ключевых запросов, по которому, ну, ваш канал будет ранжироваться. Вы же знаете свою тематику, вы знаете, какая у вас ниша, и, соответственно, заходите в Яндекс.Вордстат и выбираете там, ну, предположим, опять же, ну, вернемся к танцам, да, не знаю там, как научиться танцевать или как танцевать танго, предположим, да, если у вас какое-то определенное направление, то прям в Вордстат Яндекс набираете, смотрите число запросов, и там, где, в принципе, большое число запросов из всего списка, можете этот вот ключевой запрос добавить после своего имени, фамилии в названии канала, вот. И третий момент тоже рекомендую, часто использую, если у вас не принципиально там будет ли это какой-то бренд, если у вас не принципиально будет ли это ваш личный бренд, то есть имя и фамилия, то вы просто называете канал каким-то ключевым запросом по вашей теме. Опять же, как его выбрать, как его подобрать, это вы заходите в Вордстат Яндекс и по своей тематике вбиваете, находите самый популярный и прям так и можете назвать. Очень часто называют каналы, как заработать в интернете, там, я не знаю, как заработать в Инстаграме, может быть, это какая-нибудь там строительная компания, да, то есть там, как построить дом самому, ну, в общем, подобного формата, я думаю, по своей теме, нише выберите. Кстати, пишите в комментариях, мне интересно, какие названия у ваших каналов, почитаем, обсудим, вот. Если ролик был вам полезен, ставьте лайк, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, забирайте бесплатно мой отчет об эффективном использовании алгоритмов в YouTube и, конечно же, смотрите другие ролики, сейчас они появились на экране. С вами была Юлия Измайлова, увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok